Меня зовут Колесников Александр Олегович, я работаю младшим научным сотрудником в лаборатории ядерных проблем ОИАИ. В сфере моих интересов всегда были необычные и нестандартные задачи, такие как создание детекторов с малым количеством вещества, для которых нужно обладать различными навыками в технологиях и материалах, чтобы продукт получился таким востребованным и удовлетворял физические потребности эксперимента. Подобные детекторы используются в экспериментах N62, которые сейчас проходят в ЦЕРНе. Это, собственно, страутрубки, изготовленные из тонкостенных лавсановых трубочек, а также сейчас в ЛЯПе мы активно участвуем в эксперименте МЕГ-2. Особенность этих экспериментов в том, что эти эксперименты ищут сверхредкие распады, и для этого нужны детекторы, собственно, как раз с малым количеством вещества. И в МЕГе у нас используется гиперболическая камера проволочная. Её особенность в том, что она использует анодные и катодные проволочки из алюминия с напылением серебра, что позволило снизить количество вещества и найти физические распады. Моя задача в команде эксперимента подготовить детектор, который отвечает требованиям эксперимента. Это совсем непростая задача. В этом могут потребоваться различные уникальные технические решения, которые нельзя найти в общем пользовании. Для этого приходится производить множество изучений и работ, которые позволяют воплотить такие детекторы в реальную жизнь. Газоразрядные детекторы уже очень давно используются в физике. Самым простым детектором является счётчик Гейгера. Наши детекторы отличаются тем, что имеют малое количество вещества и способны зафиксировать именно те распады, которые мы ищем. Новизна заключается в том, что с каждым годом растет необходимость увеличения точности детекторной части в различных экспериментах. И моя задача состоит в том, чтобы обеспечить улучшение точности в современных экспериментах. В экспериментах физики обычно используется множество детекторов для определения той или иной частицы. Мои работы связаны с координатными детекторами большой апертуры, которые позволяют определить с высокой точностью прохождение трека этой частицы. И в совокупности с другими детекторами физики в дальнейшем могут сказать, что это была за частица. В эксперименте МЕГ-2, в котором я занимаюсь гиперболической дрейфовой камерой, основная её особенность состоит в том, что её катодные проволоки создают из алюминия. Основная задача стояла в том, чтобы припаять они проволоки к считывающим платам. Хороший пример в эксперименте МЕГ-2, в котором я занимался строутрекером, стояла задача позиционирования трубочек и анодных проволочек с точностью до 50 микрон. Для этого были разработаны специальные устройства, которые позволили после сборки детектора сделать анализ установленных трубочек и выявить погрешности по вклейке и заменить эти трубки на новые. На соискании премии я предоставил цикл работ, связанные с исследованием и разработкой различных материалов и газоразрядных детекторов с малым количеством вещества. Особо хочу подчеркнуть значимость руководства и моих коллег в том, что дают возможность развиваться, делятся бесценным опытом, поддерживают и вдохновляют на дальнейшую работу. Редактор субтитров А.Семкин